Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами поговорим о ИС-7. Это топовая десятая тяжелая техника дерева Советского Союза. Как к ней попасть? Да, в принципе, очень просто. Прямая дорога, начиная от КВ-1, дальше КВАС, дальше ИС, дальше ИС-3, дальше ИС-8, но и заветная десятка, ИС-7. На всю веточку сниму обзор, будет на моем канале, заходите, смотрите. Я думаю, что сейчас стоит поговорить сначала о самой десятке, стоит ли ее качать, ну а потом уже смотреть обзоры на все танки, для того, чтобы понять, сложно ли это будет. Итак, что собой представляет ИС-7? Это крайне бронированная машина с очень хорошей башней, довольно-таки выдерживающей натиск противников. Ею можно плюс-минус комфортно играть, но есть и минус. Минус заключается в том, что углы склонения минус 6. И это существенный минус, потому что при всем бронировании данного танка, он не настолько позволяет вам реализовывать эту бронированность, отыгрывая где-нибудь на неровностях. Соответственно, приходится танковать где-то, но по большому счету это предоставление шанса противникам что-то противопоставить вам, потому что когда они встречают вот эту вот огромную бронированную тушу в бою, у которой еще и не будет возможности пробивать все, что находится ниже, как я говорю, в атерлинии, а именно нижний бронелист, то, честно говоря, сталкиваться с данным танчиком не хотелось бы никому. Я бы сказал так, пока вы стоите вот так вот ровно, все великолепно. Когда вы начинаете вот так вот поворачивать вот эти части, соответственно, две щеки на верхнем бронелисте, они становятся с зелеными такими оттенками, с зелеными пятнами. Ну а нижний бронелист это самое любимое место, куда будут вас бить, да по одной простой причине, потому что бить вас вот сюда вот в голову с прямого нет абсолютно никакого смысла. Форма башни настолько зализанная, сплюснутая и округленная, что в принципе рикошеты, ну, регулярные и постоянные, короче говоря, броня реально практически имбовая, если не считать вот нескольких вот таких нюансов. Что же касается самого танчика, обсудим его в бою подробно во всех вопросах типа подвижности и всего остального. Сейчас обсудим, как обычно, орудие. Чего оно стоит, что оно нам дает. Орудие имеет 12 секунд перезарядки. Я бы сказал, что это существенно. Несущественный ДПМ в 2300 единиц урона, потому что есть машинки, которые выдают и побольше. 460 единиц урона за один шот. То есть альфа в 460 единиц. Это вроде бы и неплохо, ребят, но не одетая на 12 секунд перезарядки аж никак. А если мы еще с вами и поднимем вопрос того, что у вас время сведения 5,2 и разброс на 100 метров 0,414, но для меня эти цифры сложны в понимании, но я понимаю, что эти цифры большие. И насколько они большие, мы замесимся сейчас с ребятами в бою и вы поймете, что конкретно несет вам одна и вторая цифра в виде отыгрывания этой пушкой. Вот как-то приблизительно так для старта, а теперь погнали в бой и посмотрим, что ИС-7 реально может в рандоме на сегодняшний день. Сделаем каточку другую и обсудим потом, а стоит ли в принципе качать эту семерку и когда стоит ее качать. Ребят, мы сейчас поедем на линию ТТ и на линии ТТ попытаемся сдержать самостоятельно двух ТТшников, которые к нам будут ехать. Давайте посмотрим, что нас ждет. А ждет нас, ждет нас, ждет нас Т57 Хэви. Я бы сказал, что это не очень хорошо, потому что барабан, но в целом я думаю, что у нас что-то должно получиться. С нами поехала Гриль-15, но и большое ему спасибо за это, потому что самостоятельно с 12 секундами перезарядки выдержать фланг с двумя потенциальными ТТшками, но я бы сказал, что удовольствие то еще. Я сейчас закачусь наверх, попытаюсь показать, насколько углы склонения являются комфортными либо дискомфортными, но вот получается, видите, смотрите, мы стоим на горке, да, на вот такой вот. Я бы сказал, что мы просто наверху стоим, я бы не сказал, что мы там стоим на каком-то наклоне. И углов склонения уже нет. Это первый и основной минус этого орудия. Остальные минусы сейчас обсудим, когда все-таки схлестнемся непосредственно с врагами. Не буду ехать большим кругом, поеду сразу через базу, потому что пока я со своей скоростью и динамикой туда допхаюсь, нас уже обойдут. Да, нас уже в принципе обходят, наших двое там явно фланг не выдержит. Итак, ребятки, подвижность для ТТ. Я бы сказал, что подвижность очень-таки даже. Вот время сведения вы сейчас видите. Я мог сейчас бросить наугад, но пушка не хвастается тем, что довольно часто закидывает просто вот так вот с вертухана, уж тем более на дальних расстояниях. Поэтому, ну, вот такое вот придется действие довольно часто терпеть. Что касается точности при нормальном сведении. Вы сейчас видели, как зашло. И, честно говоря, это опять-таки не является вот аксиомой. Это больше исключение из правил, чем аксиома. Хотя, в целом, я никогда не ощущал прям со всей унылости в отношении того, чтобы отстреливать на дальних расстояниях. Итак. Башня поворачивается не сильно весело. СТшкам и ЛТшкам закрутить вас, в принципе, труда особо не составляет. Ну, и, соответственно, проблемы из-за этого у вас будут однозначно в бою. То есть, данный ТТ это для, безусловно, прожима какого-то направления, но однозначно не для того, чтобы заходить вот в такие вот замесы прям стычка в стычку с врагом. Так, чтобы несколько противникам вас в этот момент пытались куда-нибудь как-то разбить. Как видите, с морды танчик бьется. Я бы сказал, не сильно весело для врага. Вот сейчас Чафтейн, он пытался пробивать нас, но у него это не получалось. В башню танчик не шьется в принципе. Как вы видите, пробитий нет. Что касается пробитий, которые нам наносили, нас будут постоянно пытаться выудить где-нибудь по бокам и, соответственно, разбирать нас в корму. Как я уже сказал, солба, ну, броня просто-таки шикандосная, как для тяжика. Ну, прям совсем то, что надо. Сейчас досмотрим бой. Мне, в принципе, понятно, чем это все закончится, но закончить надо для того, чтобы закатиться в следующую каточку. Итак, ребята, бой закончился нашим поражением. 2200 единиц урона, один сделанный фраг. Да, мы добрали недобитка, поэтому особо его считать не будем. Мы ушли в минус по серебру. В принципе, это неудивительно, но в своей команде мы заняли второе место по урону. В целом, я бы сказал, что как для проигрышного боя довольно-таки неплохо. Нас обыграли противники по просто разъезду в первую очередь, ну, а дальше мы уже были вынуждены реагировать по ситуации. Закатываемся в следующую катку, посмотрим, насколько она будет отличаться от предыдущей. Ребят, пока мы заходим в бой, я вас очень сильно прошу, все, кто не подписан на канал, вот здесь внизу есть желтый шильдик, наведите на него мышь и, соответственно, в один клик сможете подписаться и стать полноценным, постоянным зрителем моего канала, за что я вам буду безумно благодарен. Без ваших подписок, без ваших лайков, без ваших комментариев, но не быть каналу на YouTube по определению. Поэтому я вам буду очень благодарен за поддержку моего начинания и за то, что дадите дополнительного кислорода моему каналу. Спасибо вам большое заранее. Итак, ребят, давайте поедем сейчас вместе со всеми, попытаемся что-то сделать. Что получится, честно говоря, не знаю. Вообще, мое скромное отношение к ИСу-7, но есть в ангаре, да и есть. Я не сильно жалую этот танчик. Уж простите меня те, кто этот танчик катает постоянно, кто отыгрывает на нем, получает шикарные результаты. У меня как-то это, честно говоря, не получается. Я не знаю почему. Возможно, я не такой любитель этого танка. Или, возможно, я еще не успел его нормально прям оценить и прочувствовать. Хотя, честно говоря, для меня лично игра конкретно на ИСе-7, это занятие довольно-таки унылое. По одной простой причине, потому что, ну вот, играть с уроном в 400 единиц, там, ну, в данном случае в 500, залетело как-то случайно в гриля. Играть с таким уроном, перезаряжаться по 12 секунд, ну, окей, хорошо, есть хорошая броня, но все-таки танчик как-то немножечко немой. Мне больше нравится более драйвовая какая-то техника, на которой ты пускай делаешь выстрелы на меньшее количество альфы, но в то же время ты стреляешь почаще. Ты зарываешься куда-нибудь и начинаешь там отбрасывать. И получаешь от этого массу удовольствия. Ну, а вот так вот делать шот и потом 12 секунд стоять, как-то вот пытаться ромбовать, пытаться не схватить пробитие, ну, не моя эта игра, честно говоря. Поэтому я лично ИСа-7 не сильно жалую. Я не говорю ни в коем случае, что машинка какая-то прям, ну, совсем туфтовая. Нет, ни в коем случае. В своем, вот, в своем классе, с своим стилем игры, безусловно, машинка шикарная. Вопросов нет. Просто конкретно у меня к ней душа не лежит. Нахаять, как бы, не планирую, не преследую такой цели. Делаю честный обзор, как она катается конкретно в моих руках. Но исключительно из расчета на то, что, возможно, вы играете плюс-минус так, как играю я. Ну, а, соответственно, сможете приблизительно представить себе, как эта машинка будет чувствовать себя, когда вы ее будете выкатывать из ангара. Ну, вот сейчас от собрата я отхватил в попытке зайти в тыл к вот этому вот товарищу. Дело в том, что, не заняв этой позиции, мне почему-то кажется, что мне было бы совсем худо. Ну, вот смотрите, десятка. Вроде бы 12 секунд перезарядки. И когда ты делаешь шот, ты хотел увидеть что-нибудь такое, оно феерическое. Если бы хотя бы урончик был в рай... Ну, там, в каком-то разрыве 500-600, это было бы немножко повеселее. А закидывать вот так вот по 350, ну, как бы вот это у меня и вызывает ощущение унылости. Поэтому, ребят... И нечасто я выкатываю данную машину из ангара. Так, в данном бою у нас будет победа. Я думаю, что это, в принципе, вопрос уже решенный. Насколько мы были полезны в бою на данной машине, мне оценить сложно. Сейчас посмотрим результаты боя. Но, в целом... Вот, ребят, я не знаю, кто как. Я не получаю удовольствия от игры на данной машине. Вот как-то не фанит она меня. Ты какой-то сильно медленный. Ты какой-то сильно, там, долго перезаряжающийся. Ты как монолит какой-то едущий. И в то же время практически ничего... Не можешь противопоставить нормально. Да, там вот по 350 закидывать. А иногда радоваться, что залетело, ух ты, аж 500. Ну, как-то не знаю, не алло совсем. Итак, ребят. 1637 единиц урона. Может, я как-то сыграл неправильно. Может, надо было поехать куда-то в другую сторону. Но реально, вот танчик играется в моих руках именно так. Я не думаю, что это связано с тем, что у меня не 100% экипаж. Я думаю, что это связано просто с тем, что танчик, ну, вот такой вот он. Да, и другого о нем сказать нечего. Давайте будем говорить откровенно. Многие, допустим, спорили со мной по поводу того, что в своем видео по поводу, какую ветку первой качать новичку. Это видео есть у меня на канале. Будет ссылочка. Сейчас должна всплыть. Если нет, то зайдите на мой канал, посмотрите. Короче говоря, там я говорил по поводу Е100. Так вот, зацените возможности Е100. Да, вот давайте зайдем. Просто глянем топовую пушку Е100. 640 единиц урона при 15,5 секунд перезарядки. Да, тоже большое сведение. Да, тоже большой разброс. Плюс-минус. Но 640, ребят, за 15,5. И смотрим на ИСа, который может противопоставить тому орудию. Следующее. 460. И время перезарядки 12 секунд. Ну, лучше, по-моему, дополнительных 4 секунды и закинуть 640, чем 460. А по броне эти танчики играются приблизительно одинаково. Да, ну, башенка, конечно, у ИСа играется гораздо лучше. Как я сказал, в своем роде танчик, безусловно, обалденный. А теперь давайте подсуммируем. Стоит ли качать ИС-7? Да, безусловно, стоит. Я никого не отговариваю. Я не говорю, что машина плохая. Но стоит ли его качать одним из первых? Однозначно нет. Нет, я думаю, что вам сначала необходимо набить руку на более простых машинах по игранию. Да, то есть, вот, насколько вы сможете ее реализовывать. Набраться профессионализма для того, чтобы реализовывать эту машину. Ну, а потом уже ее выкатывать и, соответственно, качать. Что же касается всей ветки, насколько сложно будет до ИСа-7 дойти. Я бы сказал, что веточка по сложности, ну, такая себе. Она абсолютно не прям совсем сложная, но и далеко не самая легкая. Поэтому, ребятки, мой совет такой. Играйте в танки, получайте удовольствие, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если с чем-то не согласны, или наоборот, поддерживайте меня. Я отвечаю всем при наличии такой физической возможности. Как правило, все-таки отвечаю всем. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал. Мира вам и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова